всем привет в этом обзоре у нас будет тест вот таких вот огнив от компании экзотек американский огниво я всегда считал людей которые используют огниво какими-то анонистами вот потому что глядя на их мытарство как они пытаются разжечь там что-то носит с собой какой-то труд вот всегда думал что это бесполезное занятие проще как бы носить собой зажигалку но посмотрев как работает конкретно вот эти вот огниво выдающий просто атомную искру я решил себе приобрести и сейчас мы попробуем насколько они хороши значит первое огниво вот это большое называется она по моему поле страйкер вот у него как бы кресало вмонтирован уже в саму рукоятку так сейчас я покажу крупным планом вот такой толстый стержень порядка сантиметра толщиной так сейчас что-то не хочет у нас камера фокусироваться значит вот первое огниво лео фокусируйся выглядит она вот так вот кресало вмонтированную в рукоятку толщина самого стержня порядка сантиметра длина где-то сантиметров семь восемь я уже пробовал чиркать выдает вам очень хорошую искру очень мне прям вообще понравилось сейчас я поговорю немножко о форме вот это кресало которую монтирована рукоять утаскивать можно в принципе вот так вот вот все это завязано такой вот темлячок ну вот значит кресало имеет форму рельсы вот такой вот в профиле так 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 с острыми гранями которыми собственно и высекается искра у нас в качестве растопки будем использовать вот я набрал сейчас бересту с мертвой березы она более более такая похожа на бумагу то есть должна воспламеняться хорошо она не толстая очень тоненькая напоминает какие-то фантики из под конфет то есть толщина хорошая прогорать должно хорошо ну и заодно посмотрите насколько мощную искру выдает от это огниво приступаем не хочет ну ка что ж ты будешь делать так специфика анонизма с огнивом очень занимательно какая-то веточка мешает то есть нужно все это упереть внутрь и поджечь но чуть пока эти искры очень занимательные толку от них мало потому что меня вот эту кара на которой я все это химичил развалилась сейчас вот так сделаем надо погрузить огниво внутрь чего этого дела и что же ты будешь делать искра мощная толку пока мало камеру сейчас вот так вот настроим толку мало как я уже сказал занятие больше похоже на анонизм ники раз уж взялись за дело нужно завершить его хочет пока никак возгораться стружка только разлетается моих действий ну шо ж пока не подпалим не уйдем говорится аллилуйя конец что-то получилось ну ушло наверно минут пять собственно получилось у нас поджечь после не более чем 5 минут на анонизм вот теперь сейчас попробуем что-то другое поджечь у нас в лесу еще может гореть вот в таком сыром влажном лесу сейчас попробуем стругать стружку из еловых веток вот и посмотрим насколько у нас больше времени займет подпалить эту стругу так ну тут я худо-бедно какую-то стружку накромсал надеюсь что все сухое вот и начинаем наше занятие по мастурбации так пока безуспешно все проходит хочет воспламеняться но ничего мы его заставим что чтобы ждет гадина я в принципе в курсе что надо само огонь погружать внутрь я боюсь мне сейчас вообще все разлетится чертям собачьим это стружка не хочет все сыпется есть что береста более-менее там быстро подожглась а вот с этой стружкой я чувствую воевать придется долго еще херни это болтается так так то ли стружка не совсем сухая то ли руки у меня кривые то ли я чё-то не понимаю но не выходит пока каменный цветок не входит и выходит а толку мало не хочет гореть слишком толстая стружка не получилось такими небольшими движениями тоненькую стружку сейчас поснимаем у нас должно хорошо разгореться все-таки надо погружать безусловно и нужна более мелкая стружка потому что вот эти вот крупные не дают воспламениться мелочи так не хочет пока что так 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 даже если что-то и воспламеняется то я своими вот этими механическими движениями тут и огниво само нагрелось и кресало уже все черное стало я своими этими действиями просто тушу поэтому у меня не получается зажечь вот состояние огниво сейчас сейчас поближе на камеру покажу вот так она у меня уже сточилось кресало все покрылось искрами это горение у нас в запасе есть еще ватки обычные обычные которыми любят пользоваться дамы сейчас попробуем ватки конечно мало кто носит с собой ну сейчас посмотрим на сколько удачно получится получится ватку у нас подпалить так вот сделаем ну сухую бересту которую я уже показывал выглядит она вот таким вот образом примерно что ты будешь делать вот такая тонкая как бумага вот а соответственно толстую бересту ее тоже нужно коробить то есть уменьшать толщину такую сделать как бы небольшую небольшими движениями ножа со скоб вот и уже попробовать ее подпалить значит выпускают они еще вот такую вот версию версия а-ля влагозащитная не знаю там на камеру видно надписи какие то значит откручивается она во первых подвешивается у нее есть вот такое отверстие под темляк либо на шею вот все это хозяйство разборное оно откручивается с одной стороны кресало находится с другой огниво то есть вот этой половинкой вот это вот у нас кресало по моему или огниво я уже не помню я не разбирал не распаковывал еще ну она по размерам гораздо компактнее если посмотреть сейчас я кресало соберу размером примерно они вот такие вот вот то есть это у нас более мощное огниво это более компактное так что так ребят сейчас я попробую остатки ваты еще раз поджечь пробуем эффективность вещь конечно интересная но ей тоже надо уметь пользоваться видите нормально с первого раза все подпаливает то есть нужна сухая какая-то растопка опять же вот эти еловые еловую стружку если более мелкой сделать размельчить она не горит так повторюсь видите таки она сыровата если ее размельчить и сунуть во внутренний карман там на час я думаю то она станет абсолютно податливой огню собственно на этом все спасибо за внимание всем пока спасибо